ну вам теперь видно но теперь говорите близко к микрофону не подходите может быть получше будет что но я слышу так но слышимость плоховато и вас того туманное такое темное изображение совсем хуже стало еще хуже все как в тумане расплылось выключите тогда ладно вы сейчас давайте с первого вопроса повторите по порядку и тогда второй близко не подходите к микрофону значит я сразу еще раз прошу у нас все записывается в интернет выставляется вы не против все говорите помаленьку первый вопрос задавайте там что у вас был это мы не знаем что он имел в виду но переводчики видимо знали что во времена его мудрость ценилась соломон был мудры и все составители которые что-то и делали подражали они учились у него и вполне возможно что он имел в виду самого себя вот он начинает когда говорит первая глава говорит слова экклесиаста а люди не знают что такое дальше сына царя который в иерусалиме ну понятно кто он такой у давида учились он то соломон то сын давидов был может быть и давида он имел ввиду школа давида какая-нибудь было вполне может так быть от идентина пастыр может быть от него самого потому что мудрости у него была палата вот бывает учиться где-то говорят школа такого-то вот школа по учителю федорова по глазняку филатова так это может быть школа соломонова он как пастырь считался пастух об этом мы считаем и про в книгах царства где написано что овцы блуждают не имея пастыря пастырем тогда считался и царь который наблюдал за народом но они какие документы то там если что-то против слова божия принимать не надо а если не противоречить никакой роли не играет нам какая разница вот у нас допустим мы и на ныне никакой не принимали а его и сами там поставили чтобы им удобнее было там счет вести какой-то ну и пускай ставят на мне она не отражается у нас много отвечено на нашем форуме там все что патриарх говорит что другие учителя говорят там но и наше там слово сказано никакой роли они сегодня не играют никакой но если тебе страх приходит такого приз не бери пенсию не получай квартиру потеряй но ты уж на это решишь чтобы не не роптать это понятно но в откровении указано там развивается на три части вот именно в 13 главе на три части вот теперь даже все открыто вот говорят что строится единую сетевое и цифровое общество так это уже не скрывает вот оно применяется именно при покупке и продаже купли-продажи вот эти три кто имеет начертания зверя линия зверя вторая часть и число линия его под зверем если толкование дальше в семнадцатой командной главе идет расшифровка кто такой зверь там десять соргов там я по памяти просто не скажу вот это десять целей там семь гор гор на семи холмах вот именно зверь расшифровка идет но в 13 главе идет второй зверь который вышел из зверя но он же это типа идет подготовки к этому всему цифровому обществу единому если так взять ведь у нас так просто так взять это не толкование толкование до святые отцы истолковали все места священного писания нам добавить к этому нечем надо смиренно только принять но давайте губля продажи появились 1800 там четырнадцатом году уильям миллер и лена уайт они провозносили что антихрист это папа римский но не купить не продать а все адвентисты покупают и продают сегодня имеешь ты карточку не имеешь любой идеи продавай в любом месте от мы ездили миссионерская поездка мы прошли от владивостока до лиссабона мы в турции и в ватикане из везде покупали что хотели если а у нас что карточку показывали кому-то нет никакая карточка если пластиковая карточка она вообще никакой роли не играет просто помогает дорогой деньги легко снимать ну и что ну то что не указано не надо понимать что это хорошее дело если в одном месте в одном месте сказано блаженны нищие духом и базиса старство божие там не сказано о крещении там не сказано о причастие в другом месте сказано мы так не можем рассуждать если по одному стиху брать блаженны миротворцы но и все достаточно быть миротворцем и ты уже с богом будешь а может быть и нет это какая разница там цифровой когда бы раньше сказали что вот так будем разговаривать с вами тот что здесь мы говорим сейчас передается это все в цифровом варианте как что-то не боятся все правильно все правильно вот смотрел ролик про это там потом Томаса Хитера это еще в 90-х годах изобретено лазерное нанесение на тело человека сколько времени? 15 минут прошло это совершенствована или нет техника? ох как плохо слышно почему у вас микрофон наверное что-то там не так прямо забивает слова такие слова прямо в одно сливается это изобретение Томаса Хитера ну это изобретение компьютера нет это техники нанесения лазером на тело человека ну без согласия человека нигде ничего не наносится это люди пугают ну это будет обольщение обольщение они скажут ничего страшного все хорошо принимайте это будет обольщение и оно уже идет ну значит примите другой вариант церковное начальство сказало никакой роли не играет это согласно Слову Божию вы считаете что грех выбросьте все что у вас есть лишитесь платить вы не сможете деньги будут принимать допустим только по таким-то вот которые там что имеют все покупай там что живи но вы почувствуете пенсию не получишь и вы сразу поймете а за что страдать у нас такие есть называется истинно православные христиане и вот они а он я с ним познакомился дед Назарий раньше еще он больше полжизни просидел в тюрьмах вот он возвращается только а жена дома он одну ночь только ночует и дальше идет где собирается комсомольцы и сразу начинает их бить но его арестовали так он вернулся уже последнего уже после Сталина то не сажали за это дело зитья приехали у него он встал ночью то у них штаны которые там белые были он знает что белое не должно быть он успел покрасить их обувь такая была где то не зашита он ее зашил чтобы таблетов не было паспорта все пожег у них они встали все беспаспортные ну еще нормально ну вот вы считаете что не надо ну и никто вас не насилует принимать ничего не принимайте они огороды сажают от огорода живут работали на шахте большая пенсия они отказались ну я знаю что иго невыносимая сатана накладывает когда ничего нет вот паспорт там есть какие то шестерки накручивают а вот раньше паспорта были зеленые а сейчас красные красные брать нельзя вот авель там ездит монах какой то Семенов мозги пудрит это понятно это не надо браться в крайности но это живые люди какие крайности это эфир наполнен этим это никакие не крайности они этим живут ко мне приезжают специально вы неправильно делаете что имеете паспорт вот мы поехали за границу за границу нужен был паспорт ехать в Великобританию отпечатки пальцев брали снимают роговицу глаза ну какая сетчатка там называется все пропал ну если я принял значит я теперь все я не могу имя Господне призывать а я молюсь ну то есть люди ничего не знают но он думает везде нарушает Библию не знает он молиться не знает как но у него нет паспорта он этим гордится вот я приехал в Ростовскую область и там такой же подошел у него нет паспорта он ходит в церковь а все имеют он всех осуждает в первую очередь всех осуждает а обо всем этом и патриарх сказал и священно начале церковное что вот то что сейчас дается там ну какие то там знаки вообще то на нашу жизнь это не влияет но никого не заставляет принимать если ты не имеешь тебя не от причастия не отлучат но они делаются нетерпимыми и думают они не о спасении нашей души эти люди то им надо свое ну пускай живите без документов вот они у нас вот есть одни из староверов он знает в трамвае ездить нельзя потому что на сиденье может сидеть не чистая женщина с истечением ему посоветовали ходить по трамвайным путям и он в церковь идет по трамвайным путям ему сказали тогда подсмеялись видно и говорит ты идешь а над трамвайными путями эта женщина то едет от нее все равно распространяется он стал ходить между трамвайными путями это сказали на стуле сидеть нельзя стулья все поломали скамейки прибили электричество от сатаны ну и ну да что чего это не один не два человека дорогой мой не один не два и у них учителя есть вот я с ними беседовал и у нас сразу 32 человека пришли в моем доме они получили паспорта когда дети стали ходить в школу они не детей не пускали ничего нету где видят картинки там брежнев или кто и сразу вырезают им глаза ну то есть дикость бесшабашная это понятно кто может доказать или что нужна специальная аппаратура именно на этот паспорт зачем может быть прикрытие я не утверждаю на но я вам скажу что все это маленькие шаги к принятию антихриста это не просто так это это подготовка идет но подготовка подготовка к войне идет и что теперь нам стрелять раньше войны вот подготовка к войне идет новые самолеты вмешались в Сирию Крым там забрали там Донецкого это все подготовка к войне но это еще не настоящая война и поэтому я имею в виду зверь это и подразумевается зверь и антихрист и государство государство там действие цели правильно антихрист будет из колена Иуде это данного колена данного еврей и будет три с половиной года сорок два месяца то есть сорок два месяца царствовать в Иерусалиме над всем миром но его еще нету его нету его не один раз уже провозглашали но оказался не тот но я не думаю что в Иерусалим ставил печатки всем да конечно да но это не будет ну можно предполагать и думать но надо по делам смотреть кто не взял допустим паспорт или там карточку наверное нельзя ни продать ни купить но ты в любой магазин заходи тебя никто не спрашивает ну явно что не то никакого ограничения нет а до чего они это делают это удобнее считать счет это очень удобно ну да может быть у нас допустим идут телеграфные столбы к нам каждый столб занумерован и упал один мы сразу звоним столб такой-то упал они знают куда ехать а без номера дом допустим у нас на улице какой дом ты даже улицу знаешь ты не найдешь так и здесь и люди тоже на учете скотина на учете ей бирки на уши ставят ну как это это нужно люди будут сами отчитать это же это реальность я тоже не буду придумывать это реальность ну так ну да но смотреть надо вредно тебе ты так думаешь ну говорит каждый чтобы не осуждал себя в том что избирает но не суди другого я не судил нет я просто говорю это это решение священно начале патриархийного и правильное решение ну это так сказать они много чего у них так еще какой вопрос мы переговорили я спорить никогда не спорю я сказал доводы на нашем форуме там все есть хорошо а вот патриарх Кирилл встреча патриарха Кирилла давайте он уже встречался не как частное лицо не как что что не как частное лицо не пойму частное лицо ну слышно как у вас слова прерываются совершенно не делается не слыша у вас микрофон плохой ну он не разговорил нормально ну что там патриархи то что о Кирилле хотели узнать там он с папой не как Части раз ну и как что из этого было что встречался он мы не знаем о чем о чем они разговаривали и разговаривать не о чем боятся о католичене да уже давно все о католичене крещение нету все нарушены на папу смотрят как на сатану на антихриста и говорят вот он наш кгб 되는щик встречался с сатаной ну это уже совсем далеко зашли. Я за него молюсь, за папу молюсь, и все. Мне повелено молиться, а не судить. Патриарх Кирилл ничем не согрешил, что встречался с папой. Вопрос не в этом. А в чем? Папа призывает к обвинению религии в вермолести. Ну и пускай призывает. Плюс к этому говорит, надо извиниться перед цедовитами. Это неправильно. За решение на них. Ну и призывает. Если говорят объединиться что-то, надо понимать. Объединяться в истине. Церковь-то была одна до 1054 года. И мы должны увидеть свои ошибки. Другие единения заключаются хотя бы в том, чтобы не поносить друг друга. Это уже немало. Не стрелять друг в друга словами. Но мы непрерывно молимся об единстве. Господь говорит, желает, чтобы все были едины, как мы с отцом едины. Нельзя же это отрицать. Неужели разделение лучше? Это сатана говорит, разделяй и властвуй. Игорь Тихович, в истине единения будет вряд ли? Я могу... Согласно словам Иисуса Христа, не будет единения? Или нет? Я не понял вопрос даже. Согласно словам Иисуса Христа, единения в истине не будет? Нет, конечно. Ни одной буквы мы не позволим изменить в нашей Святой Библии. В учении Иисуса Христа, в символе веры. А патриарх на это не покушается нигде. Его напрасно обвиняют. Напрасно. За него надо молиться, чтобы Бог дал ему духовное рождение свыше. И водительство Духом Святым. Игорь Тихович, я не говорю, но согласно слов Павел Франциска, Он тот, кто оправдывает Савемитов, тот попускает ему это все, а не братается. Какой он может быть мне брат? Согласно его проповедей. Мы все братья. Я понял. Какой Франциска, какой может мне быть брак? Понял я, понял. Затауз говорит, какое у меня до него дело? Что у нас общего? Затауз говорит, приехали. У нас общая одна земля, один Создатель, одно небо, один хлеб, одна вода, один воздух. И ты говоришь, ничего общего нет. Говорит, вообще не верующий. Мы все дети по Адаму. И по вере они христиане. Они христиане. Но что понимают не так где-то, но это мы должны высказать друг другу, и на этом мы остановились. Никто не объединяет. А что братать? Что он сделал-то? Что обнялся-то? Нет. Он говорит, если бы говорил какой-то колхозник, или бригадир с колхоза, это одно дело. А когда говорит по-римски, говорит на всю землю, что надо извиниться с Адамитами, что он любит Бобру, я буду его называть братом, кто там, для насуждения ему, а проповеди их, это сказано на весь мир, и они имеют авторитет. Это совсем другие, когда я в Одессе, к ней большая разница. Я буду его оправдывать. Я не говорю, что он правильно говорит. Ну, хорошо. Пока они не встречались, этого не говорил. У вас спокойно на душе было? А что, почему спокойно? Так, спокойно. Как-то теперь? Вы имели доступ до Христа, вы молились в церкви, теперь встретились с папой, поговорили, на вас как повлияло, что-то с вас потребовали, изменить свою веру. Нет. Я имею в виду, какие должности занимать, и какие слова доволить, это надо иметь хоть чуть-чуть ответственности. Не знаю я. Я в этом ничего не вижу. Вы меня спросили, я вам ответил. Я вообще ничего в этом не вижу. Я как молился, затевывался до другого, так и молюсь. У меня обязанность такая, написано, молитесь за царей и за начальствующих. Я против них ничего не имею. Высказывания, я могу высказать, что они неправильно говорят. Но не надо высказать. Неправильно болтаются. Ну как, он богом может не дирать. Он брат во Христе, но в Боге во Христе. Христос осуждается за лицо, он говорит, что их надо о правилах, а Иисус Христос жжет их одно. Ну так это, это просто не клеится, брат во Христе. Брат по Адаму – да, а брат во Христе это не клеится. Это совсем не идет противоречие Библии. Абсолютно противоречие. И это идет дальше. Дальше. Высказывание епископа Сыктокравского или какого-то есть видео. Он молится Аллаху и всем подряд. Это чем дальше, тем злее партизан идет. Ну это большая разница. А мусульманство и христианство это не одно и то же. А это христиане. Они не христиане. Это уже у Достоевского было сказано. Знаете, Да. Сыктокарский, московский патриархат, по-моему, высказывал. Он молится, молился Аллаху. Это правильно. Кто молится? Патриарх? Епископ. Могой ошибиться, сыктокарский. А не знаю я. У нас нигде в храмах нет. У нас служат и митрополиты. Никогда мы не слышали. Как было, все не изменено, ничего нигде. Патриарх говорит в Баку речь. Или это ложь? Говорит в Баку мусульманам. У нас единый Бог с мусульманами. Ну это он сказал, сказал. Единый Бог он имеет в виду, что сотворивший мир. Хотя Аллах, по описанию, какой у них в Коране, с нашими, с Богом не сходится. Это другое. Правильно. Правильно. Я не имею против буддистов, мусульман, не имею против и у нас в доме идут противоречия, начинаются. Вот там вопрос. Правильно? Когда говорил он, в Америке был, патриарх Алексей II, что ваши пророки, наши пророки, у евреев, в Израиле когда был, это действительно, в Ветхий Завет, они признают, их пророки, это наши пророки, их Бог Игова, это наш Бог Игова Яхва. А с мусульманами разговор другой, потому что описание их к Аллаху не сходится. Совершенно с Библией не сходится. И поэтому мы умолчим, не будем их разбирать. У них свой путь. Не рассуждение, в СССР, не рассуждение. Да, тихо, не рассуждение, а рассуждение. Да, рассуждение, но я вам ответил все на это. Ответил, что к папе это не относится, что к Аллаху. Если он сказал о них, об них от этого, значит, это неправильно. Ну и сказал это, и он отвечает. Правильно. Мы ничего не имеем. Мы не имеем и хватит. И что такое у вас новоображение? Слышите меня? Да. Вот по как разговаривать звезд и солнца. Что именно? Подвижение солнца и звезд. еще непонятно. Прямо вот это. У вас очень плохой микрофон. Замените его немедленно. Как какую-то трубу говорите. Бу-бу-бу-бу-бу. Вот так вот. Сейчас меня слышно. Я буду тише говорить. Сейчас не надо. Говорите так уже. Говорите. На будущее имейте в виду. Микрофон у вас что-то барахлит. вот подвижение звезд на небосводе. Да. Вот если мы перенесемся за полярный круг. Да. Воображение, так? Ага. Солнце вот на полгода или сколько там какой период заходит. Его не видно. Но весь небосвод в течение сутки он прокручивается. Да. От нуля и опять на 360 градусов весь небосвод. Все северное полушарие видно с севера. Не видно из допустим вот с Дорнега. Тоже те же звезды видно что и в этом. Из заполярие. Так? Северное полушарие. Если взять ненежное северное то дополнили. Весь небосвод. Нас учили в школе вокруг Солнца вращается 9 планет включая Землю. Вот допустим я нарисовал если не знаю если будет не видно. нет солнца видно нет? Вижу точь какая-то там пятно. Вот солнце да? Да. Здесь точку я не вижу. Ну ладно я так говорите так а то тут плохо и так туманно видно вас а тут вообще ничего лист чистый еще нету. зима не знаю допустим весной но но вот здесь земля зимой но полярная звезда полярная звезда ну и что? это волна вертется вокруг солнца земля вместе с полярной звездой вместе с полярной звездой это рассуждение это меня не утверждает это на своем велким как бы улыбском здесь небосрок прокручивается почему не попадает звезды между землей и солнцем они все расслабляются это земля лежала на другую сторону а звезды куда ушли с 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 звезды покровы идут одинаково это обман элементарный обман все все учили на школе потому что врачи люди говорят пресловутая астрология пресловутая это слово неположительное куда берутся звезды когда солнце скрылось за безон полгода и все звезды прокручиваются круглый год круглые сутки а согласно слово Божье Библия земля ты поставил землю и она не сдвинется вовеки и все солнце и вина и все совпадает с Библией если так так это то что мы видим то что мы видим мне не надо утверждать солнце какое большое с какое расстояние это не надо поставить большое святее и маленькое вы в каком городе где живете ну у вас там планетарий есть ну это это не доказательство это вышел на улицу и смотрел на звезды все окружится вокруг земли зачем планетарий ну планетарий объяснит там больше специалистов это что я знаю что земля вокруг нее луна а звезды далеко от нас у меня это никакого отношения ко мне не имеет они звезды друг за друга не цепляются если на другой календарь перейти то есть я хочу переспросить вас вы думаете что земля не движется а движется солнце и луна и небосвод движется а земля неподвижная да так написано в слове куда деваются звезды которые вот с этой стороны да никуда они деваются кто зажигает это древний вопрос а кто зажигает значит они кому-то нужны мы согласимся что мелочи в библии не написано ничего не написано не написано про звезды написано что есть такие звезды большие звезды есть скорость света 300 тысяч километров в секунду в секунду 300 тысяч и сейчас обнаружены звезды говорят до которых свет долетает через 2 или 4 миллиарда лет это понимаете вот вашими словами надо возразить чего они в библии а то они создали да конечно это слова они могут поговорить но еще 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 много много кое-чего еще много кое-чего как время зря время не трать я вам тут еще не скажу еще я не астроном я знаю только что звезды хорошо и луна хорошо хотя бы маленький намек зачем идет всевирный обман хотя бы маленький полусловый блогин нет нигде в библии маленького намека что земля движется вот толкание говорит не помню кого бежит солнце и возвращается на свое место есть толкание не толкание святые цифры про солнце говорится про природу бежит солнце по трубе и возвращается на свое место правильно солнце бежит где-то олод и ох кто спросит что у него я половина больше ваших слов вообще не разбираю у вас просто как будто в трубу говорите плохой у вас микрофон для нас вот это важнее важнее всех звезд ладно не знаю что сказать сколько я не говорил ничего не слышно если не слышно маленько хоть видно стало у вас зрачок плохой видимость прям совсем такая условно нет не в этом дело это вот этот глазок у вас неважный не указано еще из-за того она не указана и что из-за этого что идет всемирный обман и не один день нежели а библия приспосабливается к человеку и господь знает нашу немощь и так и говорит говорит о восходе солнца о заходе обо всем говорит правильно ну я вам принял пример это простой пример простой между полярным кругом солнце движется и звезды так же само никуда они не убегают это противоречие противоречие слову Божьему ну да может быть и так если я бы как-то односвою ум нигде нигде не указано маленький намек нигде Ну, я об этом и не рассуждаю никогда. Я считал об этом. Они считают, что звезды все время разбегаются где-то, но из-за расстояния не видно. Еще я буду спорить. На глаз мы не видим. А может быть, действительно они разбегаются. Время не тратьте больше. Я вам сказал, это меня и касается. Это не из моей области. Меня не касается. Звезды на меня пока не падают. Пока нет. Хорошо. Не буду вас задерживать. Ну, все, давайте расстанемся, потому что запись очень плохая будет. Потому что нехороший микрофон. Вы разберитесь там, посмотрите. Меня на контроле держат программисты, и они все время подправляют. У меня показывает интернет вот желтый. Нехорошая связь. Звезды в желтой. У вас какие-то есть вопросы, прямо на сегодняшний день, касающиеся спасения души? Нет. Нет. Нет, да? Все. Скажи, что так. Так, ну что, чем я могу быть полезен дальше? Давайте, определяйтесь. Вот как я могу сделать. Смотри, как видать хорошо. Видать? Да. Ну, вот сделайте, чтобы у вас был хороший звук шел, нормальный. Я не в наушнике слушаю, я ради микрофона держу вот этот вот. Микрофонщик, чтобы был рядом. А когда рядом, тогда колебания более ясно отражаются на микрофон. Понятно. Хорошо. Вам сколько лет? 50. Вот. Ну ладно, по сравнению с вами. Пацан. А мне 78-й. Ну вот, благодаря вам, Игнат Тихонович, вот. Бород отпустили. Я вам сейчас еще раз скину наши ресурсы, сайт, наш видеоканал, вы наш знаете, да? Все сохранено, у меня доступ, я сразу захожу там. У меня все это есть, Савел Тихонович. Ну, хорошо. Все, все, все это на контроле, все видео ваши просматриваю, стараюсь просматривать. Ну, у нас сейчас готовим, которые люди желают покрестить, а на лето опять сообщаем, когда будет крещение на это. Если попадает воскресенье на 7 июля, то значит 7. А если на 7 июля раньше бывает, на неделю, суббота, там когда-то, тогда на следующее воскресенье. Много открыл для себя после ваших комментариев. Блюда, много открыл. Потому что читал Библию с 87-го года, но вот... За то, что начал читать в 12-м году, закончил в этом году весной. За то, что читать. А у вас, вы собираетесь вместе с кем-то, чтобы дома заниматься Библией? Тут, если сказать, с православными не хотят даже слышать. А у нас по скайпу идут занятия. Вы можете по скайпу попроситься. В среду и пятницу у нас идут занятия. И у нас люди с разных стран приходят. Одновременно друг друга видят и занятия идут. Я видел, Редак Тихонович, это видел. Но я чаще попадаю на работе в этом. Ну, понятно. Ну, я просто дал вам знать объявление. Понятно. Это не курс меня занятия, я видел ваши все. Но, православие, я говорю, с сектантами, я говорю, да, они что-то хотят обидеть. Я по вашей, сколько у вас, как разговариваю с сектантами, вот два-три вопроса, эти ключи, которые вы задаете, они уже убегают. Они уже все. Они что-то боже, что-то такое, что-то такое, что-то нормальное. Теперь, да, я теперь ненормальный, теперь ненормальный. Вот, да. Понимаете? Но они уже не цепляются за ребро. Переходи к нам, это уже нечего ответить по писанию. Они уже в стране откроют. А Александр... Знаете, Александр Невский говорил, образ воина должен внушать ужас супостатам. Так, я хотел спросить, а как ваша фамилия переводится на русский язык? Чифига? Да. Ну, я не знаю. А, вот узнаете. Чифига – это русский, по-моему, на клуб называли Чифига. Ага. Чифига на клубе. А, ладно. Да. Ну, если вопросов нет, до свидания. Хорошо, до свидания. Все. Накапливайте вопросы, замените этот глазок. Глазок и вот этот вот, колонки там или что там говорите, микрофон, чтобы у вас чистая была речь. И сначала напишите внизу в скайпе, свободен я или нет. А то он у меня наседает, а у меня в это время идут занятия по скайпу, по интернету. Встреча какая-то. Я не могу ответить. Я отвечу, когда, в какое время. С двух часов по Москве до шестнадцати по Москве. Вот в это время ко мне можно написать. У вас когда час сейчас? У вас который час? У нас сейчас. Ну, мы на четыре часа разнимся с Москвой. Если в Москве сейчас двенадцать, то у нас четыре. На сколько двенадцать? Ну вот, вот видите как. Я еще сейчас посмотрю, действительно ли так. Я сказал-то наугад. Вот сейчас семнадцать часов. Вот у нас сейчас пять часов девятнадцать минут. Пять. У вас должен быть час дня. Двенадцать двадцать, показывай. Ну, значит, у вас. Вы на Украине? Да, я в Украине, Черновцы. Область. А какой области? Черновицкая. А, Черновицкая. Я был там в Черновцах. Встречался там с людьми. Мы Украину поколесили два года назад. Я везде в каждую библиотеку. Города Харьков, Киев. Везде книги дарил свои. Мы никогда Украину не отделяли, что это другое государство или как-то. Это один народ, белорусы-украинцы. Это сатана разделяет. Вот они натравили тем, постреляли на Майдане. А сегодня уже Порошенко нехорош. А мы за Порошенко Петра молимся каждый день. Я к тебе не обнимаю эти выборы. Ну, мне об этом рассуждать не надо. Он начальник. Правильно. Согласен. Все. И мы Петра поминаем молитв. Петра каждый день на молитве его произносим. Нашего Владимира, Барака, Эрдогана, который там в Турции. Нам повеление дано. И больше нам ничего не сказано. Молитесь. А обратиться, не обратиться. Ну, главное, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Без революции. Мятеж – это революция. Ну, сбросили Януковича, сбрали другого. А теперь и это недовольное. Критикуют его всячески. А что он сделает-то? Народ развратился. Народ никогда не будет довольным. Да, конечно. Они недовольны были Давидом. Его свергли. При Соломоне затихли. При Сталине затихли. При Ване Грозном затихли. То есть нужна только гора трупов. Да. Ну, все тогда. До свидания. До свидания. Хорошо. Выключайте. Продолжение следует... Продолжение следует...